добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас на нашем канале про тюнинг меня зовут игорь сегодня мы рассмотрим автомобиль который наверное последнее время просто желают практически все это автомобиль из китая zikr 001 полностью электрокар который может показать действительно интересные вещи поэтому давайте перейдем к обзору для начала поговорим про внешнюю составляющую этой машины потому что всех людей привлекает именно ее внешний вид ее постоянно приравнивают к парше панамеры каким-то другим автомобилем и давайте разберемся что у нас имеет имеется интересного во первых что уже как по мне стало понятно это вот это вот а идентика бренда zikr который заключается вот допустим на третьей части автомобиля у нас снизу идет основной блок фары который состоит из четырех линз светодиодных и сверху вот такие вот двойные линии доход далее если посмотреть на переднюю часть автомобиля здесь у нас находится камера в переднем бампере который относится к круговому обзору то есть машина обладает этой функции на самом деле здесь очень большое количество камер про которые расскажу чуть чуть попозже и в принципе спереди машина смотрится достаточно минималистично очень хороший современный классный дизайн который привлекает многих людей и что самое интересное здесь стоят уже с завода 22 колеса окрашенные в черный цвет с проточки на лицевой части вот такого с алмазной колеса у нас блестят а за ними скрывается оранжевые большие мощные суппорта тормозные и вообще оранжевый цвет эта фишка всех моделей zikr 001 всех вариаций цветов точнее которые вы будете приобретать то есть у нас на значке допустим спереди находится окантовка вот такая по бокам оранжевая салоне очень много оранжевых элементов строчка где-то оранжевых это ремни оранжевые так далее в общем это такая вот именно фишка конкретно этой модели переходим дальше к разговору о камерах что у нас здесь есть переднем крыле стоит камера которая смотрит по другом 45 градусов назад чтобы видеть слепые зоны автомобиля в зеркале у нас в ножке зеркала одна камера смотрит вперед под 45 и 2 смотрит в сторону то есть машина понимает абсолютно каждый сантиметр который находится вокруг нее если что он сигнализирует о какой-либо опасности препятствий и так далее еще одна особенность это автоматические двери у нас здесь есть как доводчик который у нас притягивает дверь так и система которая автоматически открывает дверь благодаря камерам машина видит что вокруг нее находится к я сказал препятствия какие-либо и понимает что в каких-то ситуациях дверь не лучше не открывать допустим вот я стою нажал на кнопку открытия двери она меня видит и она останавливается если бы я отошел она бы уже собственно полностью открыл что она сейчас и сделал то есть машина очень футуристично обладает огромным количеством очень интересных функций на самом деле умная машина которая соответствует современным требованиям автомобилестроения задняя часть автомобиля вызывает наверное самые большие споры в автомобильном сообществе потому что люди не понимают что это такое кроссовер или какой-то универсал или хэтчбэк может быть в общем очень сильно непонятно как по мне это больше походит на лифтбэк с повадками кроссовера потому что машина изначально построен такой базе которая ведет себя не как джип какой-то высокий с высоким центром тяжести а как больше седан который может иногда проявлять возможности кроссовера и еще один элемент который нам показывает что эта машина принадлежит автомобильного бренду zikr находится у нас сзади это задний фонарь который тоже нам показывает принадлежность этого автомобиля к этой компании который присутствует также и в 0 9 модели очень похоже у него там идут вот такие вот вертикальные ламели прозрачными внутри самого фонаря плюс в модели x тоже у нас похожая форма с боковыми вот такими вот линиями которые уходят прямо на заднее крыло по центру у нас также в фонаре расположен там логотип zikr ну и в общем ладно уже про другие машины все таки про zikr 001 посмотрите как интересно как классно исполнил этот фонарь большая такая толстая линия заходит на крыло по всей ширине за сзади машины у нас проходит такие вертикальные ламели которые подсвечиваются машина еще умеет играть светом когда вы открываете либо закрываете и все это очень красиво переливается на общем машина показывает вам настоящее шоу при любом взаимодействии с ней и еще что интересно у нас здесь же под стеклом в заднем стоп-сигнале расположен логотип zikr который может светиться и даже ночью любой человек который будет ехать сзади поймет что это за машина вообще очень классно что автомобильный бред только появился на уже у них есть свои отличные особенности как допустим других машин те же бмв с их решетка радиатора с задним стеклом который имеет перегородку в mercedes у нас тоже есть отличительные особенности и так далее в общем здесь у нас уже прям с самого старта самого начала имеются все эти черты характерны конкретно для zikr и еще вернемся к разговору о камерах давайте еще раз посчитаем сколько у нас сзади здесь камер во первых в плавнике сверху на крыше установлена одна камера в крышке багажника в верхней части и в бампере еще одна камера то есть целых три камеры которые смотрят назад она из них широкоформатная для того чтобы мы могли удобно парковаться она смотрит прям вот такой вот широкий угол задней части автомобиля вторая камера как видеорегистратор с более узким углом чтобы наблюдать что у нас происходит сзади при движении на автомобиле и предсказывает различные сценарии поведения других машин когда вы едете по дороге общего пользования очень классный исполнен спойлер вот здесь двойные такие выступы по бокам здесь же у него проходит сквозная часть под спойлером который переходит в крышу в общем классного так он сильно не выделяется но при этом он как бы приподнять немножко от кузова что показывает нам спортивный характер этой машины но давайте уже завершим разговор про камеры которые у нас находится снаружи под лобовым стеклом имеется еще три камеры и в общем я по всей машине насчитал целых 13 камер эта машина похожа на какой-то сверх охраняемый объект который смотрит абсолютно за каждым сантиметром рассказал миллиметром который находится вокруг этой машины в общем очень классно что такие технологии используются уже сегодня в автомобилях из китая ну и теперь поговорим про то что вы можете перевести с собой в этой машине а перевести вы можете на самом деле многое потому что багажник достаточно большой объемный тут у нас есть отдельная полочка которая ограждает пространство багажника от салона плюс у нас имеется под полность на это что машина у нас электрическая в которых чаще всего не бывает под пола здесь у нас есть дополнительное пространство буквально сантиметров 10 наверное еще вниз она уходит и я думаю вещи которыми не так часто вы пользуетесь здесь могут поместиться чтобы они у нас не загромождали все пространство в багажнике имеются крючки как справа и так и с левой стороны за которые можно закрепить груз чтобы он у нас не летал по багажнику справа видно что вот эта вот сеточка у нас закрывает динамик сабвуфера который стоит багажнике активный не сильно большой но кстати качество звука там очень хороший попозже про него расскажем что именно там имеется плюс ко всему даже если вам не хватит этого большого пространства вы можете откинуть задний ряд сидений прямо отсюда и получить прям ровный пол чтобы точно все что у вас есть уместилась так вот прямого фильма вам покажем но посмотрите я думаю здесь можно организовать полноценный переезд из вашего места жительства потому что помещается сюда абсолютно все и еще естественно при таком сценарии использования когда у нас большое пространство в автомобиле чтобы мы могли загрузить большие вещи сюда справа на панельке у нас присутствует еще две кнопки они у нас поднимают либо опускают заднюю оси автомобиля то есть можем ее опустить вот сейчас на камеру я думаю видно как задняя часть машины опускается для того чтобы мы могли более удобно сюда погрузить большие вещи которые у нас будут здесь собственно ездить в нашем салоне автомобиля ну в общем машина не только может показать нам классный внешний вид дизайн и так далее но и она очень функциональная как раз таки про то что я говорил это у нас такой как седан лифтбэк с повадками кроссовера большого вместительного и проходимого ну во первых при посадке в салон я могу закрыть двери абсолютно без рук потому что при нажатии на педаль тормоза двери у нас автоматически закрываются также можем просто слегка потянуть за ручку и она у нас тоже сама закроется касается передних дверей задних дверей на самом деле очень логичный сценарий использования для водителя потому что при посадке автомобиль когда мы хотим поехать именно мы нажимаем всегда на тормоз то включить передачу то же самое логично мы сели нажали на тормоз дверь сама закрылась нам не нужно лишний раз напрягаться и мы уже спокойно начинаем ехать на этой машине и просто еще хочется поговорить про материалы отделка салона у нас существует вот конкретно наша машина она полностью отделана из кожи практически все элементы у нас присутствует здесь это сидение передние и задние центральная консоль нижняя верхняя часть пар приза у нас сделаны из кожи также существует более богатая так скажем версия z-sport этого zikr в которой салон полностью отделан из алькантары и тут на самом деле очень классно что продумали под разных людей потому что zikr как по мне эта машина которая дает вам возможность выделяться на фоне остального потока автомобилей который у нас едет везде по городу то есть для людей которые хотят выделиться есть версия салона полностью в алькантаре очень классно дорого и на самом деле приятно в таком сетке но к сожалению он не настолько практичный как кожаный салон то есть это более унитарное использование потому что с кожей легче обращаться легче и и мыть легче ухаживать и так далее в общем для людей которые не так любят заморачиваться да по поводу детейлинга и так далее кстати если вдруг приобретаете zikr с салоном из алькантары мы можем вам подсказать и помочь как с ним обращаться если что произвести очень классную детейлинг чистку салона именно химчистку в нашем филиале тюнинга на улице российская 313 поэтому обязательно обращайтесь не только эти услуги на самом деле абсолютно все что угодно мы можем там сделать в нашем филиале переходим далее к автомобилю что у нас здесь есть из докса первых мультимедиа система большой экран который видно даже хоть заднего ряда на главном экране нас встречает сам автомобиль такой же как у нас zikr 001 здесь вам краски обратить внимание в раскраске спортивной zikr racing очень классно это выглядит можно поменять допустим на наш цвет машины которые у нас краски на кузове черному есть на выбор большое количество цветов к с которым поставляется этот автомобиль на главном экране в принципе все кнопки быстрого доступа имеются то есть отсюда мы можем открыть порты зарядки сложить зеркала открыть двери передние и задние открыть задний порт для быстрой зарядки и так далее но посмотрим все таки подробнее что у нас имеется в настройках машины на самом деле здесь можно провести большое количество времени пока вы полностью под себя все настроить и машина очень гибкая в этом плане ну во первых также панель быстрого доступа в меню настройки с которым можем поднять либо опустить автомобиль потому что у нас здесь стоит пневмоподвеска отсюда же выбираем режимы вождения коих-то большое количество целых семь штук это комфорт эко спорт свой режим индивидуальный режим езды по бездорожью такой как универсаля да по бездорожью есть отдельные еще как под режимы это режим езды по снегу и по песку в общем машина у нас может передвигаться в любых условиях далее переходим к настройкам сидений во первых отсюда мы можем настроить как передние сидения так и задние потому что сзади у нас откидывается спинка передних сиденьях у нас есть массаж как у пассажира так и вылетели кстати очень классный массаж там небольшие кочки то классно разминают есть несколько программ этого массажа в общем все сделано как в люксовых дорогих автомобилях из европы далее переходим настройки освещения отсюда мы настраиваем комфортную подсветку который у нас имеется в салоне тоже у нас здесь rgb подсветка огромное количество цветов яркость и так далее можно сделать далее режим блокировки задних дверей детский чтобы они сами не могли открывать двери следующая вкладка у нас здесь настройки панорамного люка потому что крыша у нас здесь панорамная это не сдвижное стекло она цельная она никуда не двигается вот как есть так она и стоит если вдруг будет слишком яркий солнечный день вы можете ее сделать темнее это сделано как в стеклах возможно кто-то видел с авто тонировкой то же самое мы просто делаем прозрачность панорамного люка со 100 на самый минимум на 10 процентов и он буквально за полминуты за минуту у нас полностью затемняется далее переходим к настройкам зарядка ну в принципе все понятно также машина нам показывает сколько у нас остаток заряда в батареи полностью она может проехать примерно около 500 километров зависимости от того как вы будете ездить на машине от погодных условий с на это электрокар он от этого тоже очень сильно зависим далее настройки вождения тут у нас сразу справа увиден автомобиль показывает нам давление в шинах также температуру в шинах показывает тоже тут же можно сделать включить точнее режим езды одной педалью как над тесты прям и на самом деле здесь режим езды одной педали я бы сказал даже лучше потому что в тесле при отпускании педали газа машина сразу так клюет немножко прям начинает оттормаживаться рекуперация у нас работает на электромоторах zikro же в свою очередь немножко более грамотно в этом плане спроектирован потому что при отпускании педали газа проходит буквально секунда примерно машина немножко катится а потом уже начинает останавливаться то есть допустим если вы где-то на долю секунды отпустили газ потом снова нажали у вас не будет этого клевка в этом плане более комфортно даже я сказал чем в тесле тут же можем включить система стабилизации выставить себе ограничение скорости чтобы есть по городу и не превышает не нарываться на камеры и так далее и сверху самое первое мы можем выбрать уровень регенерации ну про то что я беру рекуперации именно от слабого до самого высокого настройки автопилота который у нас здесь тоже есть он работает отлично благодаря краски камерам по которые говорится в 13 что камеры следят за обстановкой вокруг автомобиля и благодаря этому машина может ехать полностью ну и далее несколько пунктов стандартных настройки подключения по bluetooth громкость мультимедиа система настройки самого экрана мультимедиа можно выбрать тему яркость и так далее общем все стандартно и отсюда краски мы видим то что у нас сейчас стоит последняя версия по мультимедиа это 50 и кстати я думаю вы заметили что машина у нас русифицированная так как автомобиль из китая мы уже сделали на русификацию которую можете также сделать на своей машине при покупке либо у нас в салоне либо если вы уже владеете китайским автомобилем обязательно приезжайте потому что мы сделаем все в лучшем виде на большое модельный ряд самых разных китайских автомобилей возвращаемся на главный экран что еще здесь есть интересно во первых что мне нравится то что все сделано как на каком-то мобильном устройстве потому что сверху у нас также отображаются иконки время связь 3g либо 4g и так далее подключение и сверху еще и шторка опускаем и у здесь у нас еще имеются ну так сказать более быстрые даже наверное настройки в которых у нас есть режимы езды про которые я говорил можно выбрать сразу тему которая у нас будет мультимедиа системы яркости настройки подключения и так далее просто отсюда делать как у меня это гораздо удобнее даже можно массаж переднему пассажиру включить прямо из этой шторке и снизу еще панель быстрого доступа отсюда мы можем включить камеры кругового обзора 360 для более удобной парковки далее у нас здесь имеется настройки сидений именно включение обогрева либо вентиляции в передней сиденье чуть далее у нас находится настройки климат-контроля кстати обратите внимание я уже говорил в одном из предыдущих обзоров то что зик и похож на тесту так вот у него даже настройки климат-контроля сделано в таком же дизайне как в тесте все больше и больше сходств мы находим с каждым разом этого автомобиля с тестой ну отсюда в принципе все понятно можем направить потоки воздуха кстати у нас здесь воздуховода также спрятаны обратите внимание то что по всей панели и практически не видно нет никаких ручных регулировок все аккуратненько так спрятано под а вот такой вот выступ верхней части параприза ну в общем сделано тоже кстати как в тесле включить обогрев руля отсюда можно и также еще у нас отсюда же можно настроить сиденье тот самый обогрев и вентиляцию и еще у нас здесь есть ароматизация встроенная мы можем выбрать разные запахи ароматы на свой вкус ну и справа тоже стандартно можем управлять музыкой в этой машине допустим включить радио либо bluetooth музыку открыть все приложения которым которые у нас здесь есть можете обратить внимание что их на самом деле очень большое количество находится и про русификации сюда мы загружаем стандартный такой пакет набор приложений которые вам нужны при использовании машины то есть допустим даже яндекс музыка карты и так далее самое основное что необходимо и справа у нас находится кнопка регулировки громкости это у нас для пассажира а следующее будет увлитель расскажу чуть дальше под мультимедиа система у нас находится еще блок кнопок сенсорных очень хорошо что он сделан с виброоткликом потому что некоторых машинах ты просто нажимаешь кнопку и непонятно включилась ли нужная функция или нет особенно за рулем когда едешь когда не нужно отвлекаться от дороги тут же мы спокойно нажимаем кнопку чувствуем отдачу у нас здесь краски находится аварийка это тоже очень важно что они сделали именно такое и использовать я понимаю когда у нас включается она либо когда она выключается под этой панелью есть еще место для расположения вашего телефона тут у нас встроенная беспроводная зарядка очень удобно то что она у нас полностью прорезиненная телефон ваш не будет скользить и никуда улетать по мере того как будет ехать на этой машине чуть ниже располагается селектор кпп тоже очень такой минималистичный сильно он не выделяется из общей картины очень удобно на самом деле ничего сложного здесь нет в его управлении не нужно там как на некоторых автомобилях где-то два раза нажимать и так далее просто мы воздвигаем максимально назад и машина включает драй а справа от селектора у нас находится шайба как раз таки она служит регулировка громкости для водителя потому что гораздо ближе тянутся сюда чем до экрана под ней у нас находится два подстаканника единственное только не особо они большие но общем машина у нас не для американского рынка сделано где у нас большие подстаканника которые могут еще и становиться больше углубляться и так далее парящая панель снизу нас имеется еще место для хранения вещей которые вы не особо часто пользу чтобы они у нас здесь не создавали визуальный шум машина была всегда в таком минималистичном дизайне подлокотник который открывается на две стороны тут же у нас есть еще два порта для зарядки это стандартный usb 2.0 и избитаете и справа еще имеется прикуривание поэтому точно все гаджеты здесь будут заряжены в принципе здесь на самом деле очень много места для того чтобы хранить ваши вещи руль очень классно сделан полностью обшитку кожи у нас здесь красная строчка имеется на оплеткой руля и что в нем интересного что мне очень нравится конкретно в этой машине больше такого недели встречал это вот такие вот сенсорные панели казалось бы у нас тут нет никаких кнопок все абсолютно пусто зачем это нужно это универсальные такие кнопки благодаря которому можем допустим управлять рулем положение руля то есть мы открываем меню отдельно нажимаем руль и прямо отсюда мы управляем тем как он у нас будет стоять у нас нет никаких отдельных здесь рычажков не ручных ничего абсолютно все сделано прямо здесь это очень классно что опять же мы убираем лишние элементы из салона которые нам в каждодневном использовании не нужны помещаем их сюда тем самым создавая еще более минималистичный дизайн ну и тут же у нас есть кнопки включения круиз-контроля автопилота слева на руле справа у нас кнопки управления громкостью можно убрать громкость отсюда включить микрофон либо выйти из меню мультимедиа назад вернуться приборная панель которая находится за рулем очень классно сделано в том плане что она у нас очень маленькой и и компактная у нас нет здесь большого такого табло как было на автомобилях ранее на других машинах именно при этом в своем маленьком размере она очень небольшая думаю даже телефон свой поставлю iphone то есть она вот ну чуть-чуть толще буквально моего телефона при этом у нас все помещается все что необходимо показан наш автомобиль скорость киева на световые приборы включены слева у нас есть отдельная школа на которой показывается рекуперация электромоторов либо тон насколько много они тратят заряда батареи так далее сверху на лобовом стекле видно еще и проекцию кстати очень интересно что она у нас может быть в двух режимах стандартный белый режим если допустим в заснеженных регионах зимой вот такую проекцию белый видно не будет у нас для этого служит второй режим она становится оранжевый про то что я и говорил оранжевый цвет у нас везде понемножку присутствует тут сделано немножко по-другому тоже дальше об этом расскажу еще пару моментов хочется отметить по отделке салона ну во первых посмотрите как классно исполнена очень объемная дверная карта у нас та самая бежевая кожа имеется красная прострочка красные ремни очень классно это все выглядит по спортивного в комплектации z sport у нас уже будет оранжевая прострочка на серый алькантари и оранжевые ремни здесь такая вот алюминиевая ручка в которая проходит подсветка и еще один элемент подсветка то мне больше всего нравится в этой машине это вот такая вот вставка из алькантары на которой имеется бегают отверстия квадратные за которыми находится led панель как раз и который относится у нас к комфортной подсветкой что в 0 1 модели что в 0 9 минивэне у нас имеются вот такие вот элементы опять же чувствуется свой стиль у бренда zikr и есть один минус про который хочется сказать это панель полость куда мы будем складывать вещи наши то есть допустим бутылку что-либо еще она у нас сделана полностью из пластика и при движении она может издавать неприятные звуки но опять же это тоже исправим я вижу что у нас здесь эта полость идет как отдельная деталь поэтому дверную карту можно снять разобрать и здесь все обшить допустим кожи либо флоком это тоже делается в наших чем центрах поэтому ну такая мелочь это не критично при покупке автомобиля плюс это можно все исправить и мы можем это сделать как всегда в лучшем виде заднего ряда первое что она сразу видно это панорама которая проходит по всей крыше заканчивается прямо перед моим лицом но очень классно на самом деле наблюдать потому что как я и говорил это цельное стекло она у нас никуда не сдвигается и благодаря этому у нас нету центральный перегородка обычно это есть автомобиль с панорамной крышей и люком спереди то здесь у нас полностью на самом деле прям настоящая панорамная крыша что еще интересного есть на заднем ряду просто я говорил это регулировка задних сидений их можно регулировать по углу наклон наклона спинки очень удобно при дальних поездках то есть прямо здесь у нас у правого и у лего пассажира есть кнопки нажимаем у нас спинка пошла вперед еще раз нажимаем она пошла назад тут же на этом подлокотник у нас есть место для хранения телефона идеально он сюда помещается и дополнительная такая скрытая полость для хранения мелких вещей что интересно что она у нас обработана флоком то есть здесь у нас ничего не будет дребезжать вот добавить бы это на дверные карты вообще было бы просто прекрасно еще хочется сказать про то про вид заднего ряда не только панорама радует но и сиденье здесь они у нас исполнены как я сказал в более унитарном варианте это бежевая кожа сочетание с черной а вот в версии z-спорт у нас здесь идет на месте черной кожи оранжевая алькантара я бы на самом деле наверно только сзади бы катался что просто наблюдать за тем как классно смотрятся эти сидения но вот такой вот вариант именно в черной коже больше порой для людей у которых допустим есть дети и за ним легче укаживать тем более черная кожа не так сильно видно насколько она грязная ну и плюс уже насколько я знаю появились даже накидки на эти сиденья то есть полностью делаем накидку и ссадин сзади ребенка он уже точно здесь ничего не испачкает что у нас здесь есть по функциям на центральном экране заднего ряда тоже мы видим большое количество кнопок еще одна кнопка дублирующая регулировку спинки сиденья здесь же можно управлять комфортной подсветкой на заднем ряду можно переключать музыку настраивать громкость под себя и так далее включать освещение которое у нас здесь сверху есть на плафон от и свете нас мало то что сами по себе сенсорные так здесь еще и кнопка дублируется и отсюда же можно открыть задние двери и еще на центральном подлокотники у нас очень классно спрятаны подстаканники сейчас их абсолютно не видно поначалу я тоже потому что здесь нет но нажимаем на кнопку спереди и у нас выдвигаются подстаканники под двух людей для заднего ряда пассажиров очень классно сделано то есть видите как они пытаются все максимально спрятать спрятать при этом не теряя функционала это очень приятно что вот вот такие вот мелочи они подмечают их дорабатывать еще хочется вернуться к панорамной крыши а точнее к тому что ее у нас обрамляет это потолок который полностью сделан из алькантары в черном цвете в общем действительно прям роскошный приятный материал у нас присутствует здесь абсолютно в каждом сантиметре салона я сейчас перестел на правое сидение заднего ряда потому что здесь у нас имеются задатки такого капитанского места потому что здесь на дверной карте находится регулировка переднего сидения я могу прям отсюда его отодвинуть сложить полностью вперед разложится более удобно чтобы сидеть на дальние поездки и еще хочется что отметить просто еще не упомянул это музыкальная система ямаха честно говоря впервые слышу ямаху как она звучит но звук у него просто безупречный нет каких-то особенностей которые хотелось бы отметить именно минусов в этой аудиосистеме звучит очень классно есть верхая низа и серединка выраженная сабвуфер у нас тоже немножко баса дает в общем на словах очень сложно передать просто можно приехать наш автосалон и послушать как она звучит на самом деле итак мы переместились наш автосервис противник на улице российской 263 что посмотреть что у нас происходит снизу дико в 0 1 я уже посмотрела на самом деле очень сильно приятно впечатлен потому что сделано все на самом деле на совесть во первых начинаем с передней оси смотрим подвеску у нас здесь стоит многорычажка очень интересно что снизу мы видим две шаровые опоры она похожа на компоновку подвески мерседеса и есть слух что машина разрабатывать именно подвеска ее совместно с мерседесом потому что джили у нас владеет десятью процентами акций компании мерседес и это вполне себе вероятно тут же мы видим суппорта тормозные те самые оранжевые участки поршневые там у нас brembo видно еще на переходной косточке у нас выбит логотип brembo спереди у нас стоит электромотор это видно по приводам которые выходят у нас из-под защиты защита идет у нас здесь фетровая как делается в принципе практически во всех современных автомобилях чтобы она не сдавалась сильно много шума переходим чуть далее сзади у нас во всю длину автомобиля между передней и задней оси располагается батарея она полностью закрыта таким толстым листом алюминия защищает очень классно и есть один момент про который тоже нужно упомянуть это пороги здесь у нас ситуация обстоит лучше чем других китайцев я думаю помните по нашим предыдущим обзором что пороги и днище в принципе у них страдает в том плане что там нанесен только грунт то есть никакого там антикора или чего-либо другого не существует здесь же у нас часть порога окрашена и даже на тех местах где у нас только грунт он у нас покрыт лаком видно что слой как будто бы не сильно толстый там идет уже более такой а пыл но при этом как бы какая-то защита есть тем более у нас здесь перед ним под домкратники четко закрывают зоны пескостроя видно что вот они у нас все мокрые и грязные на них все прилетает а уже дальше кромка порога более менее сухая чисто но в принципе для своего спокойствия можно сделать и напыляемую шумоизоляцию про которая говорил которую на арке здесь желательно сделать здесь же она будет выполнять краска тот самый эффект антикора переходим дальше вот еще как раз так и здесь у нас есть открытые места справа и слева на батарее тут прям очень хорошо уже видно тот самый открытый грунт он здесь даже уже идет насколько я вижу без лака задняя подвеска самое интересное что мне больше всего впечатлило посмотрите на этот рычаг просто огромнейших размеров какая у него форма идет она огибает другой рычаг снизу нас еще один оставлен дополнительный рычаг развальный здесь же у нас расположена стойка амортизатора отсюда же видно что она она у нас идет с регулировкой это сделано для режимов спорт комфорт чтобы мы могли сделать машину под себя как нам удобно и очень в принципе просто обратить внимание сколько у нас точек крепления на заднем кулаке колеса то есть вот выходит одна рычаг 2 2 рычаг 3 амортизатор 4 опора на рычаге 5 у нас еще один стойка стабилизатора на общем тут просто на самом деле огромное количество разных опор то как это сделано друг с другом скомпонована чтобы она еще и работала хорошо это заслуживает отдельного уже не теряю понимаю почему машина так классно рулится и при этом сохраняет очень хороший комфорт миссо мерседес умеет работать над подвеской и что еще очень интересно тут же да у нас находится защита под ней находится еще один электромотор тут же нас видно что выходит привода что интересно что полностью все днище у нас закрыты в защитах даже вот это вот задняя полость как вот допустим если вы помните на других тайских автомобилях у нас заканчивался бампер тут было просто открытое пространство было видно весь этот металл гола под грунтом и тут уже да какие-то были защиты здесь же вот он заканчивается бампер у нас идет сначала пластиковая защита 1 потом вторая защита мотора 3 огромный лист цельного алюминия который защищает батареи и четвертое у нас идет спереди уже защита картера ну как там это назвать нельзя то все-таки электромобиль поэтому защита переднего электродвигателя так это будет более правильно в общем сделано очень классно видно что над автомобилем работали разные компании очень хорошие инженеры потому что здесь у нас подвеску как я понимаю делали совместно с мерседесом вся безопасность лежит на volvo за дизайн отличали porsche в общем автомобиль получился очень достойным благодаря этим людям и так настало время замерить 0100 какого у этой машины я помню что здесь 536 лошадиных сил два мотора электро спереди и сзади по то есть получается что у нас полный привод и машина от нуля до 100 разгоняется за 3 8 секунд по паспорту проверим как это на самом деле самое первое что хочет сказать про эту машину то как она ездит что мне реально больше всего впечатлило это работа подвески во первых она очень комфортная то есть ты едешь получас мы приехали по плохой дорог где другие автомобили себя показывали ну далеко не самой лучшей стороны на этой же на самом деле едешь абсолютно никаких шумов машина очень ровно все это прогладывает большие лежачие практически не ощущаются ну видно что прям поработали очень хорошо ну и приятно на ней ехать и это очень классно сочетается с тем как машины реагируют на руль то есть у нас есть такой вот плавный ход машина очень классно программа проглатывает все неровности но при этом как она реагирует на руль то есть ты немножко буквально поворачиваешь рулем машина сразу же вкручивается в поворот понятное дело что машина весит очень много но при этом ее масса не так сильно ощущается на руле и в принципе по ощущениям салоне как будто бы ты едешь на легком таком седание с хорошей подвеской которая может очень быстро проходить повороты это прям действительно впечатляет очень классно как это все совместили и комфорт и его такого динамическое классное управление у машины в плане езды ощущается на самом деле как стандартный электрокар никаких там плохих черт еще на что хочется обратить внимание на шумоизоляцию здесь на самом деле очень тихо но все-таки это электрокар двигателя здесь нету лишних шумов и вибрации естественно тоже у нас не происходит по мере движения автомобиля и в принципе шумоизоляция хорошего ничего абсолютно снаружи не слышно даже если мы ехали где было бы там много автомобилей каких-то различных шумов в общем машинах хорошо сделано в плане шумоизоляции единственное на что хочу обратить внимание это колесная арка никаких вопросов не возникает но когда мы проезжали по мокрым участку когда у нас по под крылкам парком начинает биться вода либо мелкие камушки пыль и так далее это все очень сильно слышно в салоне при но на самом деле очень странно вроде бы машина сделана хорошо по шумоизоляции но вот арки прогадали в этот момент но опять же его можно тоже исправить мы делаем у нас уже прям большой опыт в шумоизоляции конкретно этих мест на новых китайских автомобилях и не только потому что мы делаем специальную обработку составом анти шум то есть он у нас идет идет с данным эффектом это как и антикоррозийная защита и шумоизоляция но при этом перед тем как ее нанести на арке мы проклеиваем виброизоляцию для достижения лучшего результата чтобы у нас точно было самое большое шумопоглощение с этих мест и вот эта доработка как я считаю здесь точно нужно но в этом как обычно поможет тюнинг-центр протюнинг переходим далее к саму автомобилю как он ощущается по езде хочется сказать про тормоза я уже не про них упоминал что это у нас большой суппорт это суппорта brembo 6 поршневые отличные тормоза которые хорошо справляются своей задачей и еще стоит учитывать тот момент то что это у нас электрокар то есть помимо работы тормозной системы самой суппортов дисков и так далее у нас есть еще и рекуперация которая помогает моторами подтормаживать машину и при этом сама тормозная система не настолько сильно напрягается как могла бы ну в общем у нас получается такой двойной эффект реально хорошие мощные суппорта плюс электромотором общем проблем с торможением здесь у нас точно не возникнет ну плюс 23 колеса широкие которые обеспечивают идеальное сцепление с трассы у нас будет хороший зацеп благодаря большой площади соприкосновения колес с асфальтом ну поэтому с этим теперь точно не будет проблем у этой машины китайцы на самом деле молодцы проработали даже самые мелкие нюансы потому что позиционируют они это как спорткар который показывает хорошие цифры и может вас удивить не только той технической составляющей которая способна на многое но и своей продвинутости про то что я говорю что у нас есть 13 камер автоматические двери очень классная мультимедиа в которой у нас абсолютно все настраивается в общем машина на самом деле в купе очень круто сделано и еще один момент то что люди очень любят выбирать автомобиля чтобы они могли выполнять максимально большое количество задач почему сейчас у нас в моде последние годы кроссоверы потому что это большой автомобиль на котором можно везде проехать вместительный у нас появились модели такие как x5 м для людей которым нужно выполнять большое количество задач и при этом хочется быстро поесть вот здесь у нас то же самое сконцентрировано то что машина на самом деле может выполнять большое количество задач как я говорю про багажник большой вместительный при этом машина может быстро ехать классно рулиться и несмотря на такой спортивный характер подвески она очень комфортная ну приятно на самом деле находиться в такой машине и про система автопилота этой машины zikar называет это автопилотом zikar auto drive у нас тут также это есть в настройках автомобиля но стоит уточнить что это все таки не прям полноценный автопилот это больше адаптивную круиз-контроль потому что он у нас может держать расстояние перед автомобилем спереди вот сейчас допустим я включил я ничего не нажимаем никаких педалей мы стояли машина сама поехала включил я кстати его прям из стоячего положения то есть не нужно набирать скорость как обычно где там 30 метров в час на автомобиле чтобы включить этот самый автопилот также на приборной панели у нас показываются автомобили которые окружают нас до zikar видеть не так много машин как допустим даже тесла или тот же или 9 потому что у нас здесь более простая система камер все-таки в том же или 9 у нас был прям большой такой радар на крыше который просто сам по себе может видеть гораздо дальше и больше объектов здесь немножко попроще но в принципе все машины которые у нас которые у нас загружают спереди которые могут представлять опасность допустим резко торможение автомобиль понимает и сразу же показывает их красным цветом что у нас еще есть на приборной панели снизу слева показывается заряд который у нас сейчас имеется запас хода тут же у нас передача показана и вот такая вот полосочка вот она немножко сильно заполняется это уровень потребления электричества не тут же у нас показывается уровень рекуперации она у нас будет сыграться зеленым цветом вот красок немножко она у нас появляется здесь же и справа показывается режим езды которые выбраны это комфорт температура время общем самое нужно и какого у нас трек сейчас включен напоминаю что все это время машины едет на адаптивном круиз-контроле она может полностью останавливаться сама и из этого же положения и стоячего начинать снова ехать тоже очень приятно что такая функция имеется потому что некоторые автомобили просто останавливаются на адаптивном круиз-контроле и дальше сами у нас никак не едут кстати помните я говорил про то что эта машина для тех кто любит привлекать внимание вот мы сейчас выехали на дорогу где много других машин буквально ну может быть километр проехали уже примерно три-четыре взгляда я собрал люди на самом деле сворачивающие особенно ночью кстати благодаря стоп-сигналу который у нас такой очень интересная форма плюс фаром спереди дыха ложкам таким двойным и ну и в общем всему виду автомобиля всем интересно что это такое то есть машина действительно привлекает внимание по итогу мы видим что zikr 001 это автомобиль который действительно может вас очень хорошо порадовать при этом машина самом деле может использоваться каждый абсолютно день потому что у нас есть те самые опции то есть допустим большой багажник комфортная подвеска в салоне находиться достаточно приятно наблюдая за всей этой классной отделкой в общем машина для тех кто будет передвигаться каждый день и для тех кто хочет выделяться то есть мы можем взять машину в таком черном цвете либо в самом ярком оранжевом где у нас будет каждый элемент подчеркнут в этом красный цвет и самое главное это цена потому что этот автомобиль действительно стоит дешевле чем свои конкуренты вы можете приобрести его в нашем автосалоне от 6 миллионов 700 тысяч рублей и самое главное что он будет с гарантией это наш большой плюс что мы предоставляем гарантию до трех лет на наши автомобили и посмотреть эту машину и не только вы можете в наших автосалонах противник городе краснодар и в городе москва естественно напоминаю вам что мы можем привести абсолютно любой автомобиль который абсолютно даже даже самый эксклюзивный наш автосалон противник самые кратчайшие сроки поэтому обязательно обращайтесь и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал потому что там выкладываем все автомобили которые у нас сейчас в поставке в пути и те которые в наличии в наших автосалонах и подписывайтесь на наш youtube канал ставьте лайки и пишите комментарии как вам этот автомобиль а